В эфире телеканала Деснатова новости. В студии работает Ксения Ложкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Третья волна коронавирусной инфекции в Десногорске. Комментарий специалиста. Обращаются по поводу ОРВИ с подозрением на новую коронавирусную инфекцию около 25-30 пациентов. Из Смоленской области в Свердловскую. Останки героя войны вернули на родину. Экф Ильич должен будет передавить это расстояние в обратном порядке фактически через те же города, через которые он шел. Мотопрогулка как способ изучения правил дорожного движения. Новый вирус COVID-19 стал частью привычной жизни современного человека. Но стабилизация ситуации с новыми заражениями не является гарантией полной безопасности. В любой момент ситуация может измениться. Как обстоят дела сегодня, рассказала заместитель начальника Десногорской медсанчасти Лидия Штаней. По словам докладчика, на сегодняшний день и в стране, и в Смоленской области наблюдается небольшой прирост заболеваемости. Почти все стационары областного центра заполнены, но в Десногорске сохраняется более благоприятная обстановка. Ежедневно обращаются по поводу ОРВИ с подозрением на новой коронавирусной инфекцией около 25-30 пациентов в поликлинику для пациентов с ОРВИ. За прошлую неделю выявлено 5 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего сейчас наблюдается 37 человек с ковидом. Степень готовности лечебной сети к коронавирусу на высоком уровне. Санитарная часть обеспечена всем необходимым оборудованием и медикаментами. Лечение проводят опытные, квалифицированные врачи. Но самым действенным способом защиты остается вакцинация. В Десногорске уже привито более 6 тысяч человек. На сегодняшний день никаких серьезных побочных реакций на вакцинацию не зафиксировано. Мы каждого пациента отслеживаем, который прививается. Все они осматриваются врачом и опрашиваются перед первой и второй вакцинацией. Поэтому информация достоверная. Вопрос, который больше всего беспокоит жителей города – можно ли заразиться коронавирусом после вакцины. Такие случаи в городе есть, но они единичны. Тоже таких людей отслеживаем и наблюдаем. Как правило, они все болеют в легкой, либо в средней степени тяжести. То есть, в серьезных случаях с какими-то серьезными побочными или с серьезной выраженной клиникой после вакцинации в городе Десногорске не наблюдается. К росту заболеваемости может привести несоблюдение мер предосторожности жителями города. Игнорирование таких правил, как ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции, может привести к третьей волне коронавирусной инфекции. Ежегодно участники проекта «Вахта памяти» возвращают солдат Великой Отечественной войны своим семьям. Еще одно имя было отвоевано у времени усилиями поискового отряда Десногорска за родину. Поисковые работы проходили с 26 апреля по 3 мая в Ельнинском районе. Именно здесь были найдены останки 20-летнего лейтенанта, уроженца Свердловской области Якова Шевелева. Установить личность и судьбу погибшего красноармейца удалось сразу. Для поисковиков это большая редкость и удача. Помог в этом солдатский медальон – листок бумаги с данными о солдате, хранившийся в металлической коробке. Не передать чувства, когда находишь, это сильно такие чувства, особенно если у солдата медальон, там вообще радость переполняет. Я не могу передать, какие у меня чувства были, прям, ну, шок, как бы, ну и радость, что нашел еще плюс медальон и прочитался полностью вообще. Передача «Останков» состоялась 7 июня в Историко-Краеведческом музее города. При этом событии присутствовали бойцы поискового отряда «За родину». Руководитель межрегионального поискового движения «Костер» Николай Красиков и ветеран войны в Афганистане, начальник поискового штаба «Высота» Игорь Журавлев. Это наша высшая цель, когда мы находим бойца, мы находим полностью его историю, поведенную базой данных. И факт передачи бойца является как раз основанием того, что он пришел на родину. Бойцы поисковых отрядов считают свой долг выполненным только тогда, когда найденный имя солдат обретает имя и семью. И для этого ничего не жалко. Чтобы обнаруженный красноармеец вернулся домой к своим родным, поисковикам предстояло проехать 2400 километров. Яков Ильич должен будет преодолеть это расстояние в обратном порядке фактически через те же города, через которые он шел, но и освобождая их. 1941 год – год сложный, 1941 год – год кровавый. И, к сожалению, очень немногие обретут свои имена. Яков Ильич среди тех немногих, что будут упокоены на родине. Через три дня пути, 10 мая, Яков Шевелев был доставлен в родной край. Там его встречали, как и положено, герою – парадом и цветами. Десятки жителей Туринска вышли на улицу города, чтобы выразить свою благодарность вернувшемуся герою и предать останки солдата родной земле. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Лето – пора, когда дети большую часть свободного времени проводят вне дома. Ролики, велосипеды и самокаты – самые популярные развлечения детей – проходят вблизи от дорог. Члены Десногорского объединения мотоциклистов нашли интересный способ рассказать ребятам о мерах безопасности. Акция «Внимание, дети!» приуроченная к началу летних каникул прошла 5 июня. Воспитанники Десногорского центра социальной помощи семье и детям «Солнышко» познакомились с правилами дорожного движения, да еще и покатались на мотоциклах. Это стало возможно благодаря участникам Десногорских мотоклубов «Ночные волки», «Ночные валькирии» и «Девочки на мото». Огромная благодарность за такое мероприятие. Дети в восторге, эмоции переполняют. Хотелось бы почаще проводить такие мероприятия для деток, и не только наших, но и городских. Сократить детский травматизм на дорогах и привить детям навыки безопасного поведения – задача прошедшего мероприятия. Заинтересовать ребят и привлечь их внимание к серьезной теме удалось благодаря захватывающей форме прошедшего события. Я покаталась, мне нормально, мне понравилось, мои братья и сестры тоже покатались. Они в шоке от этого всего, они получили адреналин, они получили от этого кайф. Покататься на байке – это непередаваемое впечатление, еще как он гонит. Сильно прям ветер в лицо дует. Очень классные впечатления, их не передать словами. Кроме незабываемых впечатлений и полезных знаний, дети получили сладкие подарки. Деснокурские мотоциклисты позаботились о том, чтобы прошедшее мероприятие приятно впечатлило детей. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. На этом выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин